Вот так почти в домашних условиях эколог из Челябинского госуниверситета выращивает спирулину и хлореллу. Линейку водорослей Константин Корляков представил на совещании в Минсельхозе. И нами предложат таким образом линейка водорослей, с помощью которых можно заниматься биоманипулированием, то есть управлением цветения, развития водоемов, увеличение их продукции, кормовой базы. Хлорелла помогает бороться осенне-зелеными водорослями, которые становятся причиной гибели рыб, а спирулина отвечает за минерализацию соленых водоемов. На развитие экологического проекта в сумме ушло около шести лет, но только содержать и выращивать в лабораторных условиях новые организмы сложно. Спирулина должна содержаться в тепле, должен быть обязательно кислород подаваться, также подливать среду питательную, это обязательно, потому что когда идет прирост массы спирулины, нужны новые питательные вещества, то есть не будет прироста массы, если не добавлять среду. Теперь экологи ждут результатов из Министерства сельского хозяйства. Возможно, что разработка челябинских экспертов получит жизнь. Вячеслав Платутин, Илья Капелин, Урал-1.